Позади меня строящийся микрорайон, а прямо передо мной открывается вот такая картина грудостроительного и бытового мусора. На самом деле в конце весны эта картина была еще более удручающей. Сейчас это пытаются все завалить грунтом. Но местные неравнодушные жители задаются вопросом, место ли здесь свалки, а главное законно ли она. Все действие разворачивается в 150 метрах от 85-го дома по улице Промышленная в Ульяновске, рядом с микрорайоном «Новая жизнь». Вот так гора строительного мусора выглядела в начале мая. Эти фотографии сделал житель соседнего микрорайона Олег Калиниченко. Мужчина первый забил тревогу. О несанкционированном складировании бытовых и строительных отходов сначала заявил в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности. С официальным письмом обратился в администрацию, правительство и прокуратуру. Из ответов было понятно, что эту территорию предоставили застройщику «Новой жизни» для устройства проезда. Но назвать свалкой это, конечно, нельзя. Тут свалка – это свалка. Это скорее захоронение строительных отходов. Назовем это так. Захоронение строительных отходов, вообще захоронение отходов в черте города запрещено. Проверку на месте осуществили сотрудники регионального министерства природы. Как следует из официального письма, факт несанкционированной свалки установлен. Живописная картина с палитры использованных строительных и бытовых материалов действительно нарушает правила благоустройства городского пространства. В сложившейся ситуации должны разобраться городские власти, заявляют в министерстве. Уже в письме сотрудники администрации также подтверждают наличие несанкционированной кучи отходов и присуждают ей четвертый класс опасности. Такой мусор наносит минимальный урон окружающей среде. Застройщику обещали выписать предостережение. Предпринять меры обязались и в региональном правительстве. В идеале, скажем, в ответе из правительства было написано, что после окончания строительства все будет приведено в нормативное состояние. Я представляю, нормативное состояние это все вывезли, рекультивировали, восстановили природную ландшафт. Но я человек реально, я понимаю, что этого сделано не будет. Если честно, мало верится и нам. Во время работы нашей съемочной группы на месте курсировали грузовики, которые друг за другом не вывозили, а засыпали мусор грунтом. В администрации нас уверили, что 20 июня свалку, как оказалось, полностью ликвидировали. Но спустя два месяца она вновь образовалась. Специалистами управления будут проведены работы по выявлению виновных в появлении данной свалки. Соответствующие письма будут направлены в контроль надзорные органы с целью привлечения нарушителей к ответственности. Как известно, свалка сама собой не образуется. Мусор туда привозят люди. Поэтому стоит напомнить, складирование коммунальных и строительных отходов в черте города является нарушением природоохранного законодательства. За это нарушение придется заплатить до несколько сотен тысяч рублей.